Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на нашем канале Мы в Испании. Для вас я Татьяна. Сегодня ролик будет интересный, он будет немножко психологический, то, что я люблю. Мы 6 лет находимся в Испании. Кто смотрел наши ролики, тот знает. Кто давно на нашем канале, тот знает. Я уже много раз это рассказывала. Недавно я почувствовала такую проблему. Может быть, это не проблема, просто состояние такое моё. Может быть, это не только моё. Я слышала от других разных людей. Этим я хочу поделиться немножко. Ролик будет полезен тем, кто переехал, кто переезжает. Если вы тоже сталкивались с такой проблемой, чувствовали нечто подобное, то обязательно пишите. Ну и, как всегда, поддержите наше видео лайками. Мы стараемся, снимаем ролики, делимся информацией для вас. Когда мы переехали, всё было замечательно. Мы переехали, поселились в Испании, занялись делами. Историю переезда, историю жизни смотрите на нашем канале. Мы записывали неоднократно ролики, рассказывали об этом, как мы жили, что мы делали. Ну вот недавно абсолютно я почувствовала такое подвешенное состояние. Что это такое, сейчас я вам расскажу. Но состояние это присутствует. Именно, вы знаете, когда прошло 5 лет, пошёл 6-й год и сейчас 6 почти лет. И именно такое подвешенное состояние. То есть я чувствую, что я уже не там, где я жила до этого, не в Питере. При этом я могу сказать, что я люблю, конечно, свой город, свой Ленинград. Для меня он свой такой. Он не связан с тем, что сейчас там есть. Это мой как бы город. Он больше там из детства, из юности. И я его обожаю. Ну, кто знает, дорогие друзья, я родилась в Ленинграде, поэтому Ленинград для меня остаётся по-прежнему любимейшим городом. Причём не тот современный Петербург, который сейчас вот как каменный джунглей, где очень большая миграция, и просто меня это пугает, когда мы туда приезжаем. А именно мой любимый Ленинград. Но он остаётся как бы в моих там мыслях, в голове, в сердце. То есть это те любимые места, это люди, которые меня окружали. Вот это, конечно, да. То есть это частичка моей жизни. И я не собираюсь там говорить, что я не люблю свой родной город или что-то такое. Там есть музеи, театры, там есть те места, школа. И вообще место, где я родилась. То есть это маленькая частичка на планете, которая есть, наверное, у каждого человека. И которую каждый человек, естественно, продолжает любить, несмотря на перемещение в какие-то другие новые места. Ну, Алексей у нас родился в Кулябе. Это практически вот такое же тёплое местечко на Земле. Тоже очень красивое. Но там, к сожалению, мы жить не можем. Поэтому, когда нам говорят, не хотите ли вы, чтобы обрести душевный покой, вернуться на свою родину. Нет, дорогие друзья, не хотим. Потому что родина у моего мужа – это Кулябе. Это город прекрасный, который находится в Таджикистане. Поэтому мы живём здесь, в Испании. И Испанию, конечно, мы тоже очень любим. А сегодня я просто делюсь с вами тем состоянием, которое может возникнуть у каждого эмигранта, который переезжает в новое место жительства и может периодически испытывать вот такие ощущения. Ну вот с чем это связано, я, кстати говоря, не знаю. Но у меня такое ощущение, что вот я не там, это точно. То есть я знаю, что мы не вернёмся туда, в Питер, я имею в виду, что мы не будем там жить, что у меня даже вот, у меня уже там нету никаких ценностей, кроме родителей, наверное. Это единственная ценность, которая там осталась. Там мама моя, Лёшины родители. И, ну, какие-то маломальские оставшиеся дружеские связи. Это есть. Какие-то ценности, ну, я не говорю сейчас там про жильё, про что-то ещё, да, но в основном мы уже от этого избавились. Нет работы, нет прихода денег, достатка какого-то, то есть финансово там. Нету, самое главное, чувства вовлечённости туда, чувства присутствия там, чувства, как бы, знаете, единения с тем городом, которое было раньше. Оно отсутствует. То есть у нас уже нет там страховок, мы не посещаем врачей там, мы не ездим на дачу, мы не состоим ни в каких там дачных кооперативах. Я не знаю, что ещё, у нас нет работы, нет каких-то корпоративных связей там, партнёров по работе. То есть мы, в принципе, вышли уже оттуда, мы вырваны уже оттуда за эти шесть лет. При этом мне очень нравится Испания, я люблю Испанию, мы это говорим всегда. То есть это наш дом, который принял нас. Было сложно, у меня нет розовых очков. Были проблемы, проблемы, какие-то сложности с документами, с продлением. Нужно показывать деньги, всё время что-то нужно доказывать. Самое главное, что не хватает ещё языковых каких-то навыков. И нужно как бы всё время двигаться вперёд, доказывать. Это очень сложно, конечно, жизнь в другой стране начинать, но при этом, поэтому, наверное, присутствует чувство того, что я не полностью, не на 100% ещё здесь. Всё ещё есть у нас языковой барьер, насколько я ощущаю, поэтому мы планируем, конечно, прокачивать свой испанский посерьёзнее. Всё ещё есть такое ощущение, что нет профессиональной какой-то реализации, вовлечённости. Несмотря на то, что Алексей и наши сыновья, они развивают наше такое семейное, профессиональное направление, о котором мы рассказываем и на втором канале нашем ГС Электро, но вот у меня нет ещё такой, знаете, реализованности. И всё ещё нету, знаете, круга общения, несмотря на то, что мы стараемся общаться, но это всё наши больше соотечественники, то есть нету местного круга общения. Я вот считаю, что если я изучу язык и у меня появятся какие-то знакомые связи, именно местные, то тогда будет такое ощущение, что я здесь на 100% живу, вот в этой стране. Вот это мои личные ощущения. Если вы согласны со мной, напишите. Вот если вы проходили эту стадию погружения в другую страну, как у вас это проходило и ваши какие-то лайфхаки. Дорогие друзья, я, как всегда, извиняюсь, что я в очках, просто у нас здесь в Испании очень сильное солнышко и даже в тени оно может испортить глаза. Такая рекомендация моего окулиста. Но несмотря на то, на те проблемы, которые я вам сказала, такое состояние подвешенности, всё-таки я стараюсь тоже с этим работать как-то. Мы стараемся заниматься спортом, мы стараемся общаться с людьми, находить какой-то круг общения, не только профессиональный, который есть у Алексея и у наших сыновей, но и личное общение. С этим, конечно, не всегда бывает просто, потому что, во-первых, нам не 20 лет, во-вторых, всё-таки, ну, знаете, в определённом состоянии начинаешь быть более избирательным к людям, с которыми общаешься, и не дружить ради, знаете, не общаться ради просто общения, поэтому с этим тоже пока ещё, может быть, непросто. Также мы ходим в различные спортивные клубы, мы стараемся немножко развиваться, мы путешествуем, мы изучаем Испанию, узнаём очень много нового и интересного. Мы очень интересуемся культурой, посещаем культурные мероприятия, это концерты, театры, это музеи. Здесь очень много интересного в Испании. Вообще Испания, она многогранная, она открывает разные грани, и можно всё время познавать и узнавать что-то новое, интересоваться историей, культурой, живописцами, писателями, художниками, в общем, масса-масса интересного. Ну, мы стараемся со своей стороны вот как-то переступить этот порог вот этой подвешенности моей, как я уже сказала, но пока это состояние ещё присутствует, поэтому я думаю, что со временем оно, конечно, немножко так вот уйдёт, и всё уляжется. В Испании здесь, во-первых, хороший климат, хорошая погода, хорошая природа, вкусная еда, вот эта знаменитая сеть, самая лучшая сеть, наверное, испанских продуктов меркодона. И здесь доброжелательность людей, наверное, спокойствие, отсутствие минимального присутствия агрессии в наш адрес мы, конечно, этого не встречали. Поэтому это добавляет сил двигаться вперёд. На самом деле жизнь в Испании, она очень нам нравится. Я думаю, что это правильная страна, которую мы выбрали, то есть это правильное наше решение. Я нискоречко не сожалею. То есть тот процесс, который происходит, вот этот подвешенного психологического состояния, это нормальный процесс. Я немножко раньше изучала психологию, думаю, психологи тоже могут согласиться. Да, это возможно, это нормально. Мы все люди, мы все можем испытывать какие-то эмоции, то есть такие эмоции, как страх, тревожность за будущее. Это нормальное состояние, которое спасает человека, помогает ему двигаться вперёд, сконцентрироваться и реализовывать себя. Поэтому состояние подвешенности – это вполне нормально. Покопаться в себе, понять, что нужно делать дальше, что изменить и как двигаться дальше. Поэтому я считаю, что это вполне нормально, это присутствует. Ну вот как-то так. Жизнь в подвешенном состоянии – это, конечно, очень тяжело. Это сопряжено с разными переживаниями, сомнениями о будущем. Но, тем не менее, это очень интересно и увлекательно. Это возможность испытать себя. Это рост, какое-то изменение. И, ну, конечно, тяжело приспосабливаться к новой культуре, к новому образу жизни. Но всё равно это, как я уже сказала, это возможность познать себя, расти самим над собой и двигаться вперёд. То есть не порастать какой-то плесенью, а всё-таки немножко движения. Я думаю, что те люди, которые испытывали какие-то вот такие сомнения подвешенного состояния, я думаю, что всё у нас уляжется, всё нормализуется. Главное – с позитивом смотреть в будущее, верить в себя и двигаться. Иногда у нас у всех могут опускаться руки, но при этом нужно понимать, что всё равно мы растём и всё равно мы как-то трансформируемся, изменяемся. Ну и благодарю вас, что вы смотрели сегодня мой ролик. Оставляйте свои, добавляйте свои комментарии на эту тему. Оставайтесь с нами. До следующих роликов. Увидимся, как всегда, на нашем канале, в наших новых видео и роликах. Всё, всем пока. Удачи, добра и хорошего настроения. Adios, amigo. С вами была Татьяна, канал Мы в Испании. Чао-чао. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин